Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Значит, мне 21, моему молодому человеку 23. Мы с ним встречаемся уже 5 лет. Соответственно, вам 16 было, когда вы начали встречаться. Молодому человеку было 18. За это время произошло очень много хорошего и плохого. Ну, нормально, как у любой пары. Мы друг у друга первые в плане серьезных отношений. Только непонятно, первые ли вы в плане эмоциональных чувств, эмоций и в плане интима. Полтора года назад мы стали жить вместе и сейчас у нас растет маленький сын. Но официально мы не женаты. Эммм... А почему? Почему вы... Родили ребенка... Как бы... Внебрачно. С чем это связано? Что... А... 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 Уже родили ребёнка. Зачем? Да, так. Торопиться было. Зачем? Вот. Для чего? Какую цель вы прикрепили здесь? Непонятно. Понимаете, да? О чём идёт речь. То есть тут вот нужно ваше отношение в первую очередь выяснять. То есть как мужчина к этому относился и относится к тому, что вы начали жить вместе до брака ещё. что вам не двигало. Как вы относитесь к тому, что вы начали жить вместе до брака опять-таки. и, соответственно, как у вас отношение к ребёнку. То есть, ну, с чем связано, с чем связано отношение к ребёнку. то есть, я хочу сказать, что какое место он занимает. Вот вы говорили, вы говорите, что, соответственно, что вот маленький ребёнок, но если у вас маленький ребёнок, соответственно, должна быть какая-то ответственность за ребёнка. правильно? Наверное. Вот. А у вас получается так, что как-то вот ответственностью за ребёнка не очень, не очень пахнет. понимаете? Потому что, ну, потому что вы ссоритесь, вы агрессируете друг на друга очень сильно и мощно да, у вас проблемы в отношениях вот и соответственно, 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 ну, нужно понять, как вы к этому пришли. То есть, как ребёнок вписывается в вашу картину реальности. И соответственно, как ребёнок вписывается в ваше восприятие реальности. Это важно. Это важно. Ну, если дело дошло до ссоры. значит, в последнее время мы стали часто ссориться. Я полагаю, что причина того, что вы стали часто ссориться кроется в том, что вы не женаты официально. То есть, ваше отношение имеет такой серьёзный, не серьёзный, не серьёзный формат. Ты знаете, когда вот вроде бы как всё серьёзно, да, но в то же время нет никакой последовательности в том, что вы делаете. то есть, вы вроде как вроде как вы вместе, вроде как вы встречаетесь уже давно, но вот у вас ребёнок, у вас совместное проживание, а семьи, семьи всё ещё нет. Понимаете? Вот. То есть, это в общем-то довольно такой серьёзный момент, момент ответственности вашего молодого человека по отношению к вам, вас, ответственность также и ваша, то есть, как вы воспринимаете своего мужчину, какое место он для вас занимает в вашей жизни, да, дома, и собственно, почему вы позволили себе жить вместе с этим человеком, ребёнка зачали, но при этом не озаботились узакониванием отношений, и по сути дела включение его, молодого человека в число своих родственников. то есть, почему вы об этом не озаботились. Хотя это очень важный момент, если мы говорим с вами именно вот о так сказать генезисе отношений, да, развития. В последнее время мы стали часто ссориться, мы конечно и раньше ссорились, но это были пустяки. даже расходились, но потом сходились, больше 15 дней не могли друг с другом, и начинали всё с самого начала. А вот вы как вот сами считаете правильным, считаете нормальным, что ну например 105 лет вы встречаетесь, да, пять лет встречаетесь вы, и вы как бы каждый раз начинаете заново, что нормально вы считаете это? Вот отношения, отношения, отношения ям пять лет, а вы встречаетесь, вы как бы всё ещё заново что-то начинаете. То есть вопрос как бы может быть уже как бы хватит заново начинать, да, может быть нужно наоборот отношения развивать, то есть получается, что если вы постоянно начинаете заново, значит что-то вы делаете неправильно, значит что-то нужно менять, значит какие-то есть всё-таки проблемы у вас, и как бы ссоритесь, вы не просто так, то есть если ну у вас ссоры такие, что вы там даже расходитесь да, расходятся на какое-то время, ну вот, то наверное это достаточно серьёзно. И здесь идёт обесценивание вами, я говорю вами, потому что я не знаю эм как молодой человек ваш относится к этому, вот. но идёт обесценивание на мой взгляд проблемы то есть как бы её ну скажем так искусственное занижение да, а вот как это мне видится конечно искусственное занижение идёт проблема то есть вы ссорились вы говорите из-за пустяков но если это если бы это на были пустяками если бы это были пустяки наверное вы бы не ссорились и уж тем более вы бы наверное не расходились бы даже на пятнадцать там дней вот это серьёзно это говорит о том что проблемы у вас есть а вот решать эти проблемы вы не готовы по каким-то причинам ну по ряду причин да вот то есть возможно не готовы идти на уступки возможно не готовы поступиться какими-то своими там желаниями своими взглядами своими установками своими там ценностями ну и прочее 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 список можно продолжать то есть важно понять вот именно этот аспект важно понять именно этот момент да что проблемы есть проблемы знаете как бы нельзя сказать что они прямо серьёзные может быть да именно серьёзные но они как бы системные они системные в том плане что повторяются вот и повторение проблемы это говорит о определенном сценарии то есть возможно вам ссоры допустим для чего-то нужны возможно вы хотите ссориться возможно вы ну неосознанно может быть неосознанно но как бы провоцируйте эти самые ссоры вот ну просто потому что они вам нужны для чего-то то есть я конечно не знаю для чего пока это непонятно нужно разбирать вот я кстати вспомнил что смотрел ваш профиль и вспомнил что отвечал на ваш вопрос вы не дописали его а ко мне в личку обратиться не доходили очень жаль вполне возможно что если бы три года вот тогда когда вы писали два года назад это было если бы вы обратились ко мне тогда ну вполне вероятно что возможно можно было бы избежать того что с вами сейчас что происходит ну вот самый что насколько я понял вы не получали платных консультаций и не консультировались со специалистами у нас на сайте а проблемы у вас серьезные то есть как бы обесценивание проблем оно у вас продолжается то есть вы как обесценивали так и обесцениваете дальше то что происходит не желаете посмотреть правде в глаза вот значит эм так в последнее время ссоры стали ужасными я бросалась бросалась на него с кулаками он в ответ тоже мог ударить и это все при ребенке да это все при вашем ребенке ну вот ну как бы вопрос ответственности опять же молодого человека и вас собственно из-за чего ссоры то вы говорите что когда ссорились он отворачивался и молчал а я не могла мне надо было все выяснить и поговорить прямо сразу же и чем меньше он на меня реагировал тем сильнее я заводилась то есть у вас потребность во внимании у вас потребность вояснения отношений у вас по сути идет определенный такой ну родительский сценарий да вот то есть понятно что вы в этот момент беспокоились о себе понятно что в этот момент вы не думали о молодом человеке понятно что вы в этот момент ну как бы только свои интересы да преследовали вот и тут конечно важный момент что вы вот вы говорите что вот я была не права нужно было поступить по другому знаете я с вами не соглашусь здесь потому что вы не то чтобы не правы вы не то чтобы не правы а вы правы в том что это ваши желания то есть у вас вот есть какая-то потребность потребность например ну в том чтобы ну чтобы защищать свои интересы например например потребность да допустим и вы их защищаете но интересы это свои вы защищаете почему потому что им нанесен вред им как бы вы чувствуете угрозу своим ну своим своим интересам вот а почему угроза да вот откуда угроза что угрожает почему молодой человек как вам угрожает вот об этом и нужно подумать подумать из-за чего вы конкретно ссорились что вас заставляло ссориться какая ваша ответственность в конфликте далее значит когда так значит так сейчас я понимаю что я виноват и надо было отдавать ему время обдумать и потом с ним говорить вот понимаете это вот ваша позиция да что то вы виноваты то виноват может быть кто-то еще например ваш молодой человек эта позиция она неконструктивна а потому что потому что потому что ага как бы вы себя вините вы себя вините а винить себя не нужно потому что ну вот например выислили допустим допустим выислили что там например вот ну что вы или молодой человек да действительно виноваты выислили выислили и что дальше вот что дальше что вы будете с этим делать ну виноваты и как бы виноватых сказать не надо если вы ищите виноватых если вот вы нашли виноватого сейчас да это вы вот то соответственно это всегда так будет я буду искать виноватых но я не буду принимать то я свое поведение не принимаю да вместо того чтобы анализировать почему я так поступил а что меня заставило так поступить вместо того чтобы анализировать это а я буду соответственно 其實 думать что виноватый я соответственно буду Думать, как мне, там, по-другому себя вести, при этом, те мотивы, которые заставляли меня, значит, ну, те мотивы, которые заставляли меня, что делать, ссориться, да? Они ведь никуда не денутся, они ведь по-прежнему с вами будут, понимаете, они по-прежнему будут давать о себе знать, поэтому тут невиноватых надо искать, тут нужно не думать о том, кто и что сделал неправильно. То есть вы поступали, потому что вот так вам хотелось, вы поступали так, потому что вот так вам, ну, казалось правильным на тот момент, да, но какую цель вы преследовали, понимаете, в самом деле? Чем вы руководствовались? Вот пока я могу сказать, что у вас такая довольно детская позиция. Позиция ребёнка. То есть вот, я ссорюсь, я хочу внимания, я обижаюсь, что меня не слушают, вот, и так далее. Это такая очень детская позиция. Позиция, ну, либо, значит, подавленного человека, подавленного дитя. Когда у вас родители тоже к вам не прислушивались, да, и только криком-криками вы привлекали как-то вот их внимание к себе. Либо наоборот, либо наоборот. Позиция такая несколько избалована. Когда вот вы захотели, да, и всё. И вам вот нужно это получить, то, что вы, ну, хотите. А как будет себя чувствовать, значит, другой человек, партнёр, это не так важно, ну, для вас, по крайней мере. Вот. И как, получается, исходя из вашего сообщения, да, это прогучит немного грубо, но, как мне кажется, необходимо это сказать, да. Вот, как это звучит, то, что вы сейчас озаботились, вот, тем, что вас, ну, озаботились молодым человеком, да. Только потому, что, эээ, что с ним ушло для вас то, в чем вынуждаетесь. Ну, вот, тут нужно свои обиды, которые у вас есть, свои сопременности. Как-то, вот, учиться грамотно удовлетворять, но без, эээ, помощи, другого человека, без помощи вашего, ну, гражданского мужа, скажем так. Вот, значит, эээ, мне аж самой страшно от таких ссор. Ммм, а, почему страшно? Опять. Если вам страшно, значит, вы боитесь себя, да, вот. То есть вы такая, эээ, боссорились, а потом, а потом боитесь, боитесь себя, да, получается. Вот. Что это значит? Это значит, что вы не принимаете себя, опять же. Не принимаете свои желания, не принимаете свои, эээ, ну, потребности, не принимаете. То есть вы обиду выплеснули, да, вот, просто, ну, выплеснули обиду. И всё, вам хорошо. Вам больше не надо ничего, на самом деле больше, кроме этого. Знаете? Вот. А, эээ, как бы, то, что и вы воспринимаете это так, что вот, эээ, вам нужно, там, грубо говоря, эээ, просто, негатив выплеснуть, потому что это для вас, ну, актуально. И всё. А что молодой человек будет, эээ, чувствовать? Что он будет думать? Ну, это, эээ, как-то вообще вас, эээ, ну, не очень волнует. Да? Вот. Опять же, поправьте меня, если я ошибаюсь. То есть, и получается, что вам страшно, да, действительно, потому что это не контролируется вами. Вы не контролируете этот момент. Вы не, эээ, как бы, не управляете ими, вы не владеете. Вы знаете, что если, эээ, ситуация какая-то произойдёт, да, то есть, вот, если, эээ, ну, если возникнет, эээ, ссора, возникнет ситуация конфликтная, то вы будете ссориться. Вот. И всё. И всё. Вы не управляете с собой. У вас, вот, эмоции кипят, у вас негатив, да, и всё. А это не взрослое поведение. Это не поведение взрослого человека. Знаете? Вот. И вот это точно не поведение человека, который ответственен за своего ребёнка. Вот если ребёнок всё это видит, то, что, ну, что-то происходит. Он видит это насилие, он видит это агрессия, вот это вот всё, он всё это видит, понимаете? Вот. И, как бы, что вы ему транслируете? Что вы ему транслируете? Какие чувства, переживания, модели поведения вы ему транслируете? Вот. Подумайте об этом. Тоже. Дальше. Начал. Отец он замечательный, вставал ночью, когда ребёнок просыпался, играл с ним, и мне готов был по дому помогать. Яд готовил, и так далее. Ну, здесь двоякая ситуация. С одной стороны, вы вроде как принижаете себя, опять-таки, что заставляет думать, что у вас могут быть некоторые проблемы с самооценкой. Вот. С другой стороны, с другой стороны, вы, очевидно, опять же, вступаете здесь в такую детскую базицу. То есть, пока человек рядом, вы не цените его и относитесь к нему вот так, ну, постольку-поскольку. А, когда человека вы потеряли, вы сразу его цените. То есть, какой он замечательный отец, какой он замечательный, там, кто-нибудь ещё. Вот. Вот, смотришь, там, готовил есть и так далее. Вот. Ну, что интересно, вы пишете о нём в довольно потребительской форме. Вот. Он такой полезный, он такой вот весь, нужный вам. И теперь он ушёл, и всё это потеряло. А чувства где? Отношения где? Где размышления о том, что человеку не нравилось, что человеку, ну, как бы, не по душе. Что человек испытывал от всего того, что с вами происходило. Вот. При последней ссоре он не выделялся, забрал вещи и ушёл. Я думал, что побегает и вернётся. То есть, опять такое вот, теперь уже, а, здесь, вроде родительская позиция. Мол, знаете, как такое несерьёзное отношение к человеку, принижение его. Мол, побегает и вернётся. То есть, всерьёз вы не воспринимали его. И опять же, а, понимаете, в чём дело, а, здесь это защитная, ну, защитная реакция, защитный механизм. То есть, вы не воспринимаете его всерьёз, потому что принять его всерьёз означает для вас, а, что? Что? Коррекция поведения. То есть, вам придётся корректировать своё, а, поведение, если, если, а, выпрямить его всерьёз. Вот. А вам этого не хочется? Потому что, а, ну, скорее всего, не хочется. Вот. Ну, тут нужно, опять же, подумать, конечно, что вот вас заставляет обесценивать человека. Что вас заставляет, так вот, ну, думать, например, что он побегает и вернётся. То есть, казалось бы, ну, собрал вещи и ушёл, это уже тревожный звоночек. Вот. Но вы отнеслись к этому так вот, знаете, обесценивающе, да? Вот. И, вероятно, этим тоже его задели. Потому что, ну, он ушёл, да? Он показал вам, что, в общем-то, всё серьёзно, а вы, вы его серьёзно воспринимали. Вот. Ну, и, естественно, естественно, ему это неприятно. Это нормально. Здесь. Дальше. Дальше. Так. Прошёл месяц, он и не собирается возвращаться. Я понимаю, что делаю неправильно, но взломала его друга в социальных сетях и читаю их приписку. Зачем? Вот зачем вы это делаете? Скажите, вы... эм... С уважением относитесь к своему молодому человеку? Вы... эм... уважаете его достоинства, его... тайну личной жизни, его личное пространство, его границы. Вы... хотели бы, чтобы он к вам... ... относился так же? Да я думаю, нет. Почему, почему вы, опять же, сейчас ведёте себя как ребёнок? То есть, во имя... эм... во имя своим потребностям, во имя своим желаниям, вы, по сути дела, нарушаете закон. То есть, совершаете преступление. Вот. Зачем? Какую зелью вы преследуете? А самое главное, можно ли на этом построить серьёзные отношения? Если он узнает, что вы это делаете. Если его друг узнает. А там, рано или поздно, об этом узнают. Узнают. Вот. Ну и вам самой, как что будет. Чтобы вот так вот сделали. То есть, знаете, для чего? А... у вас много желаний. У вас есть желания, у вас есть потребности, но... Вы не умеете их удовлетворять. Вы не... эм... не адаптивно это делаете. У вас это происходит в виде бунта, в виде ссор, в виде взломов, преступлений. Ну вот. А... А... Как бы... Ну, по-врослому... По-врослому... А... Вы... Не удовлетворяете свои желания. Понимаете? Что это делаем. Вот. И это, в общем-то, довольно серьезная проблема. Далее. Друг, ээээ, значит, пишет, что я отличная девушка и что у нас в нем семья. Нет у вас никакой, никакой семьи. Нет у вас семьи, пока вы не... не поженились. И отличная девушка вы можете быть для него. Но не для вашего молодого человека. Потому что не... не друг с вами живет. А... Мой молодой человек пишет, что ему, что не хочет возвращаться, он принял решение и будет ему следовать, что сына любит, что-то ко мне угасло. Ну вот, это вот уже похоже на искреннее какое-то проявление своих чувств. Вот. Только нужно учитывать, что... Вполне возможно, молодому человеку говорить обиду. Сейчас. Значит, эээ... так. Я не считаюсь его мнением. Это правда? Эээ... и ни во что его не ставлю. Это правда? Как вы относитесь к этому? Эээ... при этом он в сообщении другу называет меня своей, рассказывает ему то, когда приходил на вести сына, я предложил ему выпить. Он был за рулем, и если бы... если не был за рулем, то все могло у нас кончиться иначе. Ну, то есть, эээ... знаете, ваш молодой человек, вот он такой, он противоречивый очень, да, он сам, видимо, тоже еще не разобрался с ответственностью, то есть, где он хочет быть с вами, где он не хочет быть с вами. Однозначно у него к вам привязанность, потому что, ну, все-таки 5 лет срок большой. А, вот, однозначно его к вам тянет, но при этом это такие инстинкты, а разумом он понимает, что, ну, вы его немножко не ставите и принижаете его. То есть, это то, что у вас могло бы кончиться все иначе, ничего не значит. То есть, ну, вы бы переспали, может быть, вы опять были бы вместе, но ненадолго. Это проблема не решена. Понимаете, проблема не решена, которая была у вас. Он снимает квартиру, к нему приезжает девочка, она ему не нравится, но, видимо, только для удовлетворения физического... физических потребностей. Это говорит уже о культуре человека, что он может спать с девочкой, которая ему не нравится, и если месяц, он не может брожить без секса, но это, как минимум, говорит об импульсивности человека и, опять же, о превалировании у него детских триггеров поведения. То есть, ну, месяц все-таки не такой большой срок, чтобы уже к нему приезжала девочка, с которой, тем более, которая не нравится, с которой он бы спал. Ну, это не серьезно. Это не поведение серьезного мужчины. Либо то, что он говорит другу, это просто брав... брав... Знаете, как? Такая бравада, чтобы показать другу, что, вот, я могу ее вернуть в любой момент, она моя. Либо он подозревает, что вы можете вломать переписку и специально это все пишет. Вот. Я пытался проанализировать, почему мы туда шли, и вот предположилось, что, может, слишком рано мы завели семью, и он еще не нагулялся. Или же наоборот, это из-за того, что мы не официально женаты, и поэтому у нас нет такой ответственности. Ээээ... Вы знаете, не в том направлении вы анализируете. И вот это не вам анализировать нужно, а вам с психологом нужно работать, чтобы понять, где проблема. Проблема не в том, что вы слишком рано вы вставили семью, и что он не нагулялся. Знаете, если бы он не нагулялся, он бы с вами не жил, например. Но это вполне возможно, он пытается так вас забыть. Эээ... Как бы... Имея интимные отношения с другой девочкой. То есть... Дело не в этом. Дело не в этом. Дело в том, эээ... Как... Как у вас обстоят дела? С тем, о чем я вам говорил... Говорил... Раньше. Вот это важно. А не то, о чем... Вы... Пишите. Потому что это... Поверхностно все. Все. Ведь... эээ... Человек... Ссорится с другим. Эээ... Почему? Потому что у него неудовлетворенность. И свою неудовлетворенность человек пытается... Реализовать через другого. Справедливо это? Нет. Я его очень люблю и хочу, чтобы он вернулся в семью. А... Как ваша любовь проявляется? Разве любящий человек, эээ... Бросается с кулаками? Разве любящий человек бьет телефон? Разве любящий человек, эээ... Взламывает переписку и нарушает личное пространство? Подумайте об этом. Хочу, чтобы он вернулся в семью. Еще раз. У вас нет семьи. У вас нет семьи. Вы не женаты. Пока вы не женаты, никакой семьи нет. Это иллюзия. Совершенно не знаю, как лучше поступить. Эээ... Вариантов является деструктивным по своей сути. Потому что не решает проблемы. Вам нужно разобраться в себе. Вам нужно становиться более взрослым. Вам необходим личностный рост. Это первое. Это первое. И второе. Вам необходимо сейчас, эээ... С молодым человеком, эээ... Взаимодействовать на том уровне, на каком комфортно и удобно ему. Это просто общение. И все. И показывайте ему, вот что вы поменялись. Доносите до него, что вот вы изменились. Эээ... Дайте ему понять, что вы, эээ... Стали другой. В результате работы с психологом, конечно. И только так будут качественные изменения в ваших отношениях. Ну правда. Эээ... Подумайте о ребенке. Каково... Каково ребенку в этой... В этой ситуации. Вообще. Каково ему... Переживать все то, что... Между вами происходит. Понимаете? Что-то вы предлагаете, это очень поверхностно. Поверхностно. Вам не нужно... Его возвращать так. Потому что в этом не будет ничего... Хорошего. Это все ненадолго. Это все на время. Очень сильно на время причем. То есть... Буквально до... Эээ... Того обстоятельства. Когда... Вы опять наднете ссориться. По большому счету. Понимаете? Дальше. Так. Значит. Раз он писал другу, что он считает, что он нам не ненуден. И я его не люблю. Нельзя... Вот... Ориентироваться над этим, на другу. Потому что... Потому что... Другу он может писать не искренне свои чувства. И он может во-первых сам не знать, что с ним происходит. И во-вторых... Эээ... Нельзя этому верить. Сегодня так, завтра так. Нужно с собой делать что-то. Знаете? С собой. А не с ним. Можно сказать, применить женские штучки с ревностью. Нет. Этим еще больше вы отдалите. Подарить фотоальбом с нашими семейными фотографиями. У вас нет семьи. У вас нет семьи. Представьте считать себя семьей. Вы просто мужчина и женщина, которые вместе имеют какие-то отношения. У которых ребенок, но семьи нет. Вот. И... Подарок, это опять же не решит проблемы ваши. Сейчас я ничего не предпоневаю, боюсь. Эээ... Чего боитесь? Но когда он приходит к сыну, я не показываю, что скучаю без него. А почему не показать? Выглядите расстроенный. Выглядите грустный. В конце концов. Зачем скрывать свои эмоции? Вот он и думает, что вы ему не нужны. Что... Точнее он вам не нужен. Потому что вы не показываете, что скучаете без него. Но делать это нужно ненавязчиво. А вот. Показывает у нас это замечательно. Мы живем полную жизнь. Ну и почему вы удивляетесь... Эээ... Потому что он... Говорит, что... Он вам... Что он вам... Ну... Вам... Не нужен. Если вы... Так себя ведете. Мужчина не будет додумывать. Знаете? Мужчина не будет... Эээ... Что-то додумывать. Мужчина... То-то, что видит... То и... Принимает, да... Чистую... Чистую монету. Знаете? Вы всем не искренне, не искренне себя ведете. Вы не показываете своих переживаний ему. Ну и... И откуда... Откуда... Эээ... Взяться... Его... Мыслям, что он вам не нужен. Что он... Эээ... Он вам нужен. Точнее. Откуда. Вот. Помогите, пожалуйста, как мне быть. Вам работать... Работать над собой. Вам работать над собой. Над теми вопросами, которые я озвучил. И... Параллельно общаться с ним. Заново его узнавать. Потому что за пять лет вы поменялись, вы стали другими. И не очень понятно, принимаете вы себя новыми или нет. Если... Вам в себе разобраться, то вы сможете принять себя новую и соответственно определить для себя, можете ли вы принять его или нет. И... В этом случае важно быть честной с собой. Хотя бы ради ребенка. Нет ничего хорошего в том, что вы будете вместе, но при этом будете ссориться, ругаться и травмировать вашего малыша. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!